Давайте-ка посмотрим. Сиброу сильный игрок. Куарфорта тоже весьма такой, скажем так, относительно известный. Я, правда, не уверен, насколько у Куарфорта, как бы, большие успехи в ландере. Сейчас я проверю. Но я видел его ник, и стата у него вроде норм. Ну, правда, в чалисах он был немного, стоит признать. То есть он просто игрок с довольно крепким уровнем. Сиброу в этом плане, конечно, игрок намного более известный и мастеровитый. То есть если мы введем... Да, 18 чалисов это, конечно... Другой вопрос, что винрейт у Сиброу в плей-оффе кола ужасающий. Вот, но 18 раз... Знаете, для того, чтобы получить... Блин, как это говорил кто-то... А, по-моему, говорил с Палетти? Или не с Палетти? Что-то типа... А, нет-нет, Виллаж Бош говорил за Марсель, когда тренировал. Он говорил, понимаете, для того, чтобы обосраться в Лиге Чемпионов, надо в нее сначала попасть. Притом, надо понимать, что у Сиброу из этих 18 попыток, по-моему, 2 или 3 на Ограх, что, в принципе, сразу инста-вин. О, инста-луз, так сказать. Ха-ха, инста-вин. Ладно, инста-луз. Ну вот. Так что... Так что особых претензий нет. Чалис это так называют, условно, трофей. Ну, типа, выигр... Этот... Плей-офф кола. Я не знаю, это как-то... Это какая-то языковая конструкция, которую я не знаю. Но это плей-офф кола. Ну вот саму чашку называют Чалис. Команда Чалис показывает, сколько раз человек был в плей-оффе кола, и какой у него винрейт. Ну вот. Так можно кого угодно пробить через экстра-армс-бот, кто участвовал в плей-оффе кола. Ну, то есть, ради разнообразия могу вам показать, например, там... Типа, раз у нас Диамед зашел, пусть побудет товарищем. Ой, как у Диамеда ровно, посмотрите. 19 плей-оффов, 19-19, 50%. Ничего себе. А, Чалис переводится как кубок. Окей. Как у Дио ровненько, да, ребят? Прям-прям я немножко удивлён. Инста-инста-инста-инста-инста. Ну, вот за ней, все лучше, чем у Непрухи. как бы то так можно сказать придом не прух по моему только на приличных командах выходил кого там еще можно вспомнить у тебя лишний пробел и пикбан я конечно удивляюсь что нога грызу так много выходов в пол да и она показывает еще как очень приятная травма начинают некор подъедать на самом деле довольно обоюдо острый матч-ап но конкретно вот в этом мне почему-то кажется что у хора форта вообще весьма весьма неплохие шансы при среднем пробое то есть я бы здесь как мы по поставили на некров если мне не изменяет память грыз не всегда успевает удалить команду есть такое есть такое кого там еще можно посмотреть вот ситар все подправил немножко статистику у него было совсем все грустно ой я неправильно вел повезло повезло судья судья оказался на месте а у ситара было типа 05 ребята и потом он три раунда прошел это в том чались и когда на одной сетке были я его и ситара ну вот в том турнире ситар хоть как-то с 05 перешел к более приличным 36 это я даже не ради подкола говорю просто как бы хорош пробой очень важно мб сыграла на колокол там кстати немножко по моему опять откалибровали таблицу я имею ввиду официальную таблицу с подсчетом кола и она теперь градируется не по количеству чемпионов и не по количеству как это называется то не по количеству поинтов набранных рейтинговых она в первую очередь идет по количеству квалификаций а вот так вот то есть больше всего раз квалифицировался элиот 33 раза второй круцифер 31 раз это это всего два игрока за все время в коле квалифицировались больше 30 раз у унгер на 28 у энди дого 26 дионисиан 24 андрей 23 велихопия 22 я к хуани он 21 к фоге 20 я рик дио 19 сергул сибро 18 и вот еще из наших есть как бы близко кристалл хантер не наш но кристалл хантер гирион и брайт это по 17 а и даки еще даки они не не даки кристалл хантер брайт по 17 у пупка было 14 квалификаций но зато три чемпионство в этом плане у пупка по моему в высший винрейт в плей-оффе кола чем у пупка только у даки и у круци многогрыг кстати по количеству квалификаций аж на получается 36 месте в общем такое интересная статистика то есть мы с мы сделал в топ-15 условно то есть я топ-11 дио топ-13 ну да на ругле и хода в этом есть правда то есть как бы это не претензия но пупок всегда выходил максимально типа перекачанными тимами по еще раз не претензия просто констатация факта что-то конечно по залетала шара пробоя в некров то есть видимо этот драйв куарфорта уже играет на ничью уже играет на ничью тут наводящий вопрос успеет ли он как-то наклепать что-то в дарков на второй тайм по ощущению как бы видимо надо рассчитывать на лоссы то есть пока для некров идет сценарий ничьи который им наверное не очень нравится я смогу еще заодно глянуть как там на самом деле не обстоит ситуация я имею ввиду как они поиграли в этом туре извините мы вводим нордиков сейчас значит дадил сенсационно обыграл спартака значится антон лунау обыграл альбана это уже 20 получается да а диом лорд и жакра ну диом лорд выиграл то есть в данный момент в данный момент 2-1 в пользу нордиков то есть если сибро уберет даже ничью он как минимум как бы если он выигрывает то выигрыш серии если ничья то в лучшем случае итальянцы идут только на ничью при стармагеддон ну кидать мб в гулю не бросим 1488 лепестков памяти шутка для тех кто читает новости ну здесь прямо уже такой будет отработанный сталин вопрос смогут ли еще набить какой-то пробойчик в одного из волков ну очень много пробоя на самом деле в некрах я думаю дио согласится как как амбассадора некромантии в рубле дио я думаю согласится что пробоя очень много пробой несовместимый с выигрышем драйва вот так я бы это описал я кстати думаю что не стоит поднимать мб такл мб такл наверное может и полежать чтобы да 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 чтобы некор не плюнул и не дал удар это правильно в этом есть логика здесь действительно стоит немножко посейвить игрока и не не искать никаких приключений хорошее правильное грамотное решение ну окей окей после этой травмы после этой травмы дарки уже в минус один в любом случае что наверно хорошо для для некра реролл можно думаю потратить на это действие как на прикрытие волка от халявной тыки ну как бы один волк то все равно получит тыку это понятно собственно единственная вероятность при которой в этом драйве можно как-то повоевать это если в конце будет кинут шаро удар с неудачным сбросом меча но я бы в это не верил конечно в 21.30 ногогрыз играет в то ло блин не вовремя он договорился я просто в любом случае хочу посмотреть немцев против ну короче то там там забавно получилось в последней игре играют два капитана капитан южной америки зас против капитана германии волкажа я правда думаю что за с выиграет и получится очень интересно потому что как бы то получится нишья в серии которая нам наверное наиболее выгодно я так думаю там у нас какая-то очень сложная ситуация мне не нравится как играет волка джо как про человека я ничего сказать не могу незнаком но играет как хмырь он весьма как бы ну такси ну да он играет он играет не сильно но если мы если быстро как-то отыграют за 100 я может вас отправлю к этому к ногогрызу посмотрим в том-то прикол что волка же на хмырях а за сна дарках то есть это довольно приятный матчап для для дарков но как бы если залетит пробой то даже самый приятный матчап может превратиться во что-то в коричневую ноту какое интересное запинование на некры еще и вантерн хотят сделать ну ну не знаю мне ну тачбэк конечно повышает шансы на вантерн понятное дело но чё-то как-то конечно ну давайте смотреть он как бы сохранил рерол для вантерна у него есть волк с безумием рерол так по моему от негров я еще не видел вантерна в этом турнире ну нет вантерна не будет но зато кстати уже минус 2 ударков у аптека ладно это это правильная аптека для отстаивания результата это правильная аптека кстати было бы очень приятно дать минус по кику вот если будет минус кик это очень сильно добавит плюса на второй тайм окей будет блиц или лишь а ой если блиц зачем прикрытие горда там же уезда какого-то страшного не будет так два куба ну жаль жаль бритц уже был на авантюра колокол у некров некро фул составе дарки в минус один без аптеки мы как раз почти догнали прямой эфир я вам так расскажу ну заметьте кстати как играют некоры некоры собираются во первых они встали против блица но они собираются максимально жадно отбить его лос я не знаю это задумка для игры прямо на победу или это просто такое животное желание наклепать дамаги с волков вот посмотрим это это интересный выбор я бы сказал а здесь хочется клепануть три куба с эмбе таклом при томоса правда вот этого зомбика я бы поставил бы сюда чтобы не дать удар волка халявный окей внутри куба клепанули не рерол кстати окей как то плотненько стоят ребята и опять блиц в сайд степ ну допустим я бы скорее вот флеш големом тяпнул бы в гард в смысле кстати кик очень неприятный опять кик кик вообще в этом турнире очень хорошо отыгрывает я вам хочу сказать ну среди тех людей которые понимают как надо кикать кик играет очень хорошо симпатичное проталкивание на удары сразу идет такая своеобразная агрессия а ты планируешь записываться в рубл я не решил чтобы не врать скажу я пока не решил это мне сделали в первом тайме кик на тачбек очень странный то есть когда я заставил быстро забить кармака тот решил рискнуть сделал неправильный кик я получил тачбек ну как минимум надо кикать так чтобы гномы не получали тачбек на пяти ходовку или четырех ходовку это это неплохой вариант я могу сказать а то гномы получив тачбек в такой ситуации сразу расплываются в улыбке начинают чесать свои бородатые лапы вот это супер это 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 похоже уже на ничью то есть если прямо сейчас мяч не будет зацеплен а еще видимо будет поездка вот сюда то есть вот здесь сейчас будет строиться они тут построить клетку безопасно а потом поедет в мб таков или поедет еще куда то посмотрим ну короче с этого положения можно сказать что вообще конечно сейчас дарки в коричневой субстанции то есть потери единственного горда но не то что обрекает их на полностью проигранную драку это не повтор это уже прямой эфир фламе мы догнали повтор это сборной италии против скандинавии тут прям пошла жара ох вичку сейчас будут катать ой сразу шесть вичку ну это это ничья ребята то есть отсюда уже видно только вероятность поиграть на на вантерн я не знаю то есть некры конечно вот все что весь пробой в первом тайме влетел в некров а во втором тайме весь пробой влетел в дарков ну еще не весь но львиная часть то есть некры с такого положения отгрызут ну типа в большинстве случаев ну кто шарит в бб мы поймем после окончания турнира нас вот после после первого матча назвали конченными днарями и позором родины ничего выиграли следующую серию против более сильной команды не проиграв ни одной игры так что посмотрим что там будет дальше я бы я бы не загадывал раньше времени понимаю понимаю что ты как бы мета сарказмируешь ой я недавно услышал такую хорошую хорошую мысль что в эпоху пост пост мета модернизма талантлив не талантливый человек а тот кто много зарабатывает мне прям так понравилось это видимо в эпоху пост мета модернизма блатбола хорош не тот кто хорошо играет а тот кто выигрывает это тоже многое бы объяснило это объясняет почему все любят папича да если в общем дар кем отсюда будет тоскливое не знаю что им посоветовать и пожелать не рассыпаться окончательно наверное то есть вроде бы вроде бы всего минус 3 всего минус 3 но прям реально игра уже смотрится как без аутов ну я имею ввиду без аутов для игры на победу самое смешное что если сиброу в ближайшие ой сиброу если куарфорта в ближайшие 2-3 хода даст еще парочку травм то можно поиграть ты на победу ну смысле шансы на это шансы на это присутствует но по-хорошему по-хорошему если сиброу выигрывает то они выиграли серию если ничья то ничья тоже устраивает потому что в последней игре в последней игре играет велихопея на орках против серафина на вудах и как бы велихопее будет достаточно тоже сыграть в ничью а у него будет очень сильная позиция для того чтобы выиграть серию то есть теоретически некру наверно надо бы рвать жопу а если он сейчас не будет рвать жопу то он заставит вуда против заведомо супер сильного оппонента рвать жопу в минусовом матчапе то есть как-то мне мне такое не нравится скажем так я бы никому не пожелал оказаться в ситуации когда тебе надо пытаться вытащить игру против велихопеи как тебе надо обыграть велихопею на орках а ты на вудах вот я бы в такой ситуации не хотел бы оказаться не хотел бы никого ставить в такую ситуацию понимаете то есть как бы обыграть велихопею это задача ну как бы она звучит как бы в любой ситуации звучит нетривиально а обыграть велихопею на вудах против орков звучит типа как бы давайте надеяться там на шару я не знаю на что-нибудь такое но мы сегодня тоже будем смотреть там как бы очень интересный с турнирной точки зрения матч потому что как бы у заза тоже задача такая как бы по острию ножа то есть смотрите дантон умудрился сыграть в ничью против нурглей ну тортом очень хорошо отыграл конечно вот ларга обыграл сиона на дедах то есть это у нас получается 1 1 0 потом ансин вокер проиграл жуниору это 2 1 0 вчера то то фреас вернул немножко надежду стала 2 1 1 и для того чтобы свести серию в ничью за с должен обыграть волкажа но это вообще реальный сценарий и тогда получится по моему что мы на второе место в группе выйдем на первом месте будет южная америка а последнее место будут уделить нет по третье место будет у немцев и четвертый у восточной европы с непрухой а вот так вот но чё то видите некор не спешит некор как будто и сам такой типа да я не против типа ничьи знаете мне нормас не очень-то и хотелось побеждать пусть там это как бы пусть серафина ебется в последней игре интересно интересно не уверен что серафина нравится такой сценарий как бы у него выбора никакого нет это очень это командная работа ребята это командная работа у вас точно непруха да непруха нас мог конечно захоронить с учетом того как сложились все остальные матчи непруха был чудовищно близок тому чтобы похоронить нашу команду но не похоронил за засланный казачок выполнил свою задачу если что это все шутка как бы в последнее время люди почему-то удивительно всерьез воспринимают эти шутки уже каждый раз приходится расшифровывать и говорить как бы алярм это рофл это рофл ну вот сейчас будет попытка с помощью сайт степа начать как-то растягивать эту клетку там вот это вот шанс на это конечно не особо много но как бы нужно какая-то очень грубая ошибка от некров я честно говоря думаю что ее не будет ну вообще в целом хуманы ну типа на этом тв сильнее дарков ну просто действительно когда ты когда у тебя есть мбпо и за 14 пробоев ты дал 0 0 туда там тяжело это правда то есть укрутся просто ничего не залетела блин надо были которые надо бы я еще другую кнопочку вспомнил которую надо сделать которую это которую ногогрызно стриме озвучил сейчас какая же это все какой смысл я больше не могу в принципе я себя так чувствую примерно в 95 процентов игр в бб мне кажется очень хорошо подходит не знаю еще задумался как бы некора единственная проблема что некру по-хорошему пора бы уже идти в сторону зачетки вот вроде бы момент истины наступил пора дергаться в этом смысле кстати стоит сказать что сиброу выбрал очень хороший момент для того чтобы начать давление на мяч это просто маленькая деталь это о глубоком понимании игры может быть это незаметный момент но надо понимать что сиброу очень удачно тайминг выбрал из-за которого некор не может уйти на левый фланг извините я решил себя побаловать я взял сегодня шоколадку альпенгой макс фан морозный имбирь и ароматная корица молочный шоколад и она еще во рту взрывается еще какие-то другие еще пузырики есть на из очень сильно бережет волков парфорта знаете у меня ощущение что потому что сиброу и куарфорта играют не быстро все равно совместный ход от куарфорта а потом ход от сиброу выходит быстрее чем ход до либора у вас нет такого ощущения у меня то есть приятный минус не то чтобы критичный но просто приятный некры плохо стоят то есть столбик здесь столбик здесь сайт степ поднимется встанет на угол и если сейчас здесь не зафейлиться дождь то некром тяжело продраться вперед а кто такой репков я просто немножко не в курсе я прям без шуток говорю не знаю догадываюсь что кто-то связанный с кулинарией я вот недавно смотрел это а замминистра иностранных дел окей думаю это не связано с кулинарией я просто недавно смотрел этот выпуск от редакции про современное российское ресторанное дело ну вот смотрите как хорошо обжали некров некры потеряли момент ухода в закат сиброу молодец сиброу из сложной ситуации в меньшинстве смог очень хорошо встать да этот лайф коуч был я помню как лайф коуча забанили на твиче потому что он забыл выключить стрим когда к нему пришла девушка и начал пялить ее на стрим ну вот ее потом вроде бы разбанили но момент был смешной я недавно увидел на ютубе есть канал где чили босс разбирает и обсуждает как тот или иной человек закончил свою хардстоун карьеру вот то есть он типа берет достает кого-то из старых игроков ну типа дисгастин тоста там еще кого-нибудь такого и рассказывает куда он пропал что с ним стало это кажется на английском но я иногда так подзалипал пару раз ой блин ребята еще одна кстати мало того что я потом гляну мало того что я чё-то вот плохо себя чувствовал поэтому сегодня не запускал стрим я посмотрел один канал на ютубе который очень сильно как бы повлиял на моё мышление если можно так сказать это канал про рэп но дело не в том что это канал про рэп я знаете я не адольф я не побегу становиться рэп исполнителем а немножко про другое сейчас я вам скажу как канал называется скилз я вспомнил скилз канал называется скилз канал просто ой какая доблана гф и обидная со смертью очень плохо вот это стало опасно так вот канал называется скилз канал просто ультра пушка там мало видео все видео очень качественные и там рассказываются весьма нетривиальные вещи то есть например я посмотрел значит видео почему русская музыка такая грустная я посмотрел видео искусство пахуизма почему музыкой правят те кто не умеют ее играть это очень крутое видео которое открывает глаза на некоторые вещи а потом мне очень понравилось видео почему новые русские рэперы не уважают старых русских рэперов и знаете я понимаю что на слух это все воспринимается как какая-то полная хуйня но на деле там настолько божественная подача и настолько мудрые мысли и вот самая самая вещь которая меня покорила это видео каньи уэст гений музыки и знаете я всегда рассматривал кани уэста ну как типа довольно бездарного но почему-то популярного исполнителя я музыку кани уэста не воспринимаю мне она не кажется как бы для меня кани уэст это гей рыба ну как и для большинства людей а вот но тут объяснено в чем гениальность каньи и знаете он реально гений вот тяжело и я при том такой не то что прямо хейтер но я действительно как бы кани серьезно не воспринимал а теперь я согласен с тем что он гений и его гениальность она просто ну супер не очевидное что ли не знаю как это объяснить но там видео очень хорошо объяснено почему кани уэст гений рекомендую к просмотру я просто я не смогу также классно рассказать как автор но в целом с основным посылом я согласен там такой посыл который несколько меняет представление о мире ну вот но могу объяснить кстати про тонко искусство пахуизма почему люди которые играют музыку немножко на отъебись действительно так круты очень хорошо встал кстати сиброу вот а это сучка на канал кинуто да 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 это оно охуенно так вот смотрите то есть например известно что курт кабейн он вполне как бы знаете мог во время выступлений голос сорвать и на гитаре лобать немножко через жопу ну и так далее и тому подобное там вот гитарист red hot chili peppers который считается ну чуть ли не самым главным гитаристом современности да то тоже весьма как бы ну так как бы на отъебись может поиграть и даже на записах клипов или дисков вот или например если вы послушаете рэпера старой школы который беги да видно что он читает рэп не подбит он не попадает в бит то есть у него при чтении рэпа прямо вот есть где-то небольшой отступ от битка вот и как ни странно зачитывать рэп с отступлением от бита сложнее чем ровно в бит как бы это странно если делаешь это специально это очень странная мысль но в этом есть доля правды и вкратце мысль видео в том что вот люди которые нарушают вот эти вот простые вещи они их могут нарушать почему это все так охуенно звучит потому что они действительно имеют как бы невероятную выучку они имеют действительно образование голос и все остальное и именно с помощью этого они могут идти против общеизвестных правил я в этом плане кстати согласен это вообще вещь которую можно экстраполировать не только на музыку буквально практически на все что угодно вот в особенности к слову и на блатбол то есть некоторые люди вполне могут нарушать обычный порядок проведения матча ну то есть там не обязательно поднимать всех игроков до всех действий да или там делать блиц который кажется не очевидным или слишком рисковым ну и так далее и тому подобное потому что обычно люди которые это делают имеют невероятно сильную базу игры в бб и могут себе позволить так отыгрывать волком не успел задоджить не хватило таймера надо было доджить волком с одной стороны волк правда стоит на гол но если бы волк задоджил бы и встал бы типа сюда это было бы сильнее ну и правильно что не стал рисковать кидать гфи в общем это очень прикольно то есть с одной стороны действительно надо как бы выучиться то есть как бы очень редко возникают ситуации когда ты без понимания можно рушать правила это очень хорошая мысль очень интересно ну и там вот все вот это вот действительно в мыслях которые вроде бы не сложные но не для всех совсем очевидные и так далее и тому подобное догадается повалить волка или не догадается повалить волка а там знаете тут что-то и вает забивает и как бы и другой вайт забивает и волк забивает тут весь вопрос прокинется ли три плюса и два плюса понимаете то есть так или иначе нет нормального закрытия от простого три плюс два плюс гола вопрос только в том насколько три плюс два плюс гол будет будет как-то правильнее сказать то насколько сложным придется его прокинуть в смысле сколько сколько придется раз кинуть два плюс для гола но некро быстрая команда как бы их их тяжело наказать на муве это это к сожалению чистая правда поэтому так не любят с ними играть всякие универсалы типа бидони или хуманов или вот эльфы типа любых эльфов получается ногогрыз гений нашего времени я бы так не сказал к сожалению ногогрыз конечно да ногогрыз сильный игрок ну с этим как бы тяжело спорить но проблема в том что ногогрыз но не всегда понимает когда надо нарушить правила правильно когда нет понимаете еще то есть ногогрыз иногда нарушает правила не имея понимание имеет он на это право или нет ну чисто на мой взгляд то есть у ногогрыза есть такая ненавязчивая тяга к аркаде которая не всегда ведет к добру иногда это действительно очень круто и гениально иногда мы говорим что он сногогрызил понимаете о чем я то есть ногогрызу хватает квалификации для того чтобы иногда проворачивать гениальные неожиданные мувы но при этом ногогрызу не всегда хватает квалификации как бы не привозить какой-нибудь херни вот чем дело то есть ногогрыз одновременно хорош и как гениальный игрок надо давать вкладку волку и забивать самый простой гол это вкладка волку я не знаю видит ли ее не видит ой господи ой он не увидел более простой гол ой ой но это косяк ребят а вообще похуй ладно давайте обязательно секунду объясню почему этот был проще ты кидаешь нет вообще кстати может я не прав подождите давайте сейчас посчитаем всю серию может быть я пизжу значит он для гола кинул 3 4 4 3 вот такой гол теперь сашин гол мы учитываем без удара который он делал и так и так до не учитываем удар гол саши предполагает вот так вот так вот так вот так но мой гол лучше на 11 процентов с половиной ну то есть вкладка волку было лучше он видимо сам не понимал что волк добегает понимаете смешно сказать но человек не смог правильно посчитать клетки ну как бы я не осуждаю я не осуждаю но когда они а с реролом не слушайте с реролом то разница в 27 процентов это да 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 я уж я уж поправился разница в 27 процентов это очень много это жесть вот почему-то диамет написал рр же есть а надо было написать просто рр жесть и и было бы тоже очень близко похоже на правду ну вообще ребята эта ошибка называется у нормальных людей чудовищной ошибкой то есть когда ты буквально режешь свой шанс на гол в полтора раза и это не разница между пяти процентным голым и семи с половиной процентным голом это разница между 40 и 68 ну то ты чё-то как-то немножко не очень наоборот мне кажется наиболее смешно то что это прокатило то есть я думаю что любой сильный игрок немножко как бы охренел ну вот диво думаю охренел я охренел энфи вот в чате охренел иногда я не это имел ввиду под нарушать правила я имел ввиду немножко другое не 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 автопуть на от ебись знаете ли но это была плохая игра конечно это была откровенно плохая игра но вантер на все равно до усрачки сложный очень сложный вантер я думаю что как бы тяжело будет опа все равно сложный я с тобой согласен дио надо понимать что львы еще под избили немножко то есть у него на старте было мало возможности подавить мяч нет на самом деле конечно еще всегда можно делать поправку на то что человек волнуется то есть не обязательно говорить о ты дно вонючая то есть вполне вероятно что человек действительно немножко переволновался и получилось залупа но меня все равно глаз сильно режет когда люди допускают как бы ну настолько простые серьезные ошибки ну как бы все здорово но ты от игры в общем не ждешь вот таких вот действий 200 айкью ну вот но ошибка грубейшая ну просто это эта ошибка реально могла стоить результата матча ой 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 ну не подпирает не подпирает конечно сиброу вот прям прям с этого немножко я думаю у сиброу сейчас подгорело то есть и так вантерн до усрачки сложный ну все понятно ну сиброу был лучше я бы сказал бы лучше но этого не хватило все таки матчап довольно чувствительно в пользу некров ну мне так кажется да вот кубы на травм в первом тайме конечно были не очень но во втором тайме то все исправилось да уж